Некогда легендарная аудиокомпания решила зайти на рынок True Wireless наушников с помпой, выпустив модель RZ-S300W. Новичкам на рынке True Wireless очень непросто, ведь здесь и так хватает игроков, так что нужно дать пользователю что-то действительно стоящее. На первый взгляд Panasonic RZ-S300W выглядит вполне стандартно и непримечательно. Кейс пластиковый, собран неплохо, но верхняя крышка ничем не примагничивается и открывается очень легко. Но чуть позже станет понятно. Японцы решили вложиться в звук, а не во внешние свистелки. В комплекте есть 4 пары силиконовых ампюшур и короткий кабель USB-A и USB-C. Инструкции тоже имеются в наличии. Открывая кейс можно заметить 3 светодиода, которые сообщают о состоянии срядки кейса. На самих наушниках тоже есть светодиоды, которые выполняют аналогичную функцию. Сами наушники тоже пластиковые и очень легкие, каждый всего 4 грамма, что несомненно сыграет позитивную роль при выборе наушников для занятий спортом, например. К такому использованию может сподвигнуть и еще одна фишка – защита от пота и брызг по стандарту IPX4. Ну и относительно компактные размеры позволяют без особых трудностей носить их под шапкой, например. Первое сопряжение происходит сразу после того, как пользователь вставит наушники в кейс, зарядит их и после этого извлечет для использования. Подключение быстрое и, что самое главное, каждым наушником можно пользоваться по отдельности. И благодаря тому, что инженеры Panasonic знатно поработали над антеннами, и стабильность коннектора всегда на высоте. Ну и без Bluetooth 5.0 не обошлось, что несомненно плюс. Управление наушниками очень простое. Тапы по правому отвечают за переключение треков, а по левому – за регулировку громкости. Буквально за пару дней можно привыкнуть и использовать, не задумываясь. И одну из главных фишек – режим окружающего звука можно активировать удержанием сенсорной панели на правом наушнике. Также настоятельно рекомендую скачать фирменное приложение Panasonic Audio Connect, в котором можно обновить прошивку, настроить голосового помощника и… неожиданно отключить светодиоды на наушниках. И вот все эти пункты выглядят вполне стандартными для моделей подобного класса. И, как я и говорил ранее, самым главным здесь является звук. 6-ти миллиметровые драйверы, частоты от 20 до 20 тысяч герц, сопротивление 32 ома. И когда видишь цифру 6 в характеристиках драйвера, ненароком представляешь свистящие и хрипящие динамики, в которых даже YouTube смотреть и слушать страшно. Но японцы реально удивили. Даже не делая скидку на размер драйвера, можно сказать, что звучат они и очень и очень добротно. Средние частоты насыщенные, низы аккуратные и не заглушающие. Верхние отчетливо слышны даже в сложных композициях. Правда, если переборщить с верхними частотами, то они могут начать шуметь. Подправить эту ситуацию можно с помощью устроенного эквалайзера. Также все в том же приложении есть возможность включить местное усиление басов для любителей электронной музыки. Хотя скорее даже не так. В приложении есть возможность отключить его, так как он включен по дефолту. Лично я остановил свой выбор на варианте отключить вообще все улучшайзеры. Так сцена становится чуть более ровной и уроновешенной. Вся эта прелесть передается с помощью двух кодеков на выбор в зависимости от смартфона. Приложение же в свою очередь намекает на то, что подключение по SBC более стабильное, а с помощью AAC можно получить звук получше. Немаловажным фактором True Wireless в решениях является качество разговора. В спокойной обстановке нареканий на слышимость у собеседников нет. А вот если на улице будет непогода, смерч, шквальный ветер и прочие прелести, то встроенный шумодал, к сожалению, может искажать качество голоса. В четверг 4-го числа в 4 с четвертью часа легорийский регулировщик регулировал легорий. Съешь еще этих мягких французских булочек, да выпей чаю. Самым приятным плюсом после качества музыки лично для меня стала автономность. В маленьких наушниках, масса каждого из которых всего 4 грамма, спрятана автономность, дающая 6-7 часов прослушивания музыки. А кейс, в котором 800 мАч, дает еще 4 полных зарядки. Вывод? При стандартном использовании в городских условиях заряжать его нужно будет раз в неделю. Полная зарядка длится примерно 3,5 часа. Подытожив все вышесказанное, могу сказать, что у Panasonic получились очень хорошо звучащие наушники, которые хоть и не впечатляют своим внешним видом, но при этом имеют много положительных качеств внутри. Продолжение следует...